Приветствую вас! Мне кажется, что вы чувствуете потерянность, мне кажется, что вы чувствуете себя сейчас опустошенным, мне кажется, что вам плохо, мне кажется, что у вас есть масса противоречий, которые раздирают вас на части. Вы пишете, что впервые обращаются за помощью психологам, тем не менее, хотели бы получить ответ поскорее. То, что вы человек, который старается думать головой, действовать головой, а не эмоциями, на мой взгляд здесь с вами сыграла очень злую шутку, потому что, ну, потому что, вы оказались для себя в непривычной ситуации, вы не знаете, что в этой ситуации делать, а далеко не все вещи можно решить разумом. Некоторые вещи можно и нужно решать через чувства, исключительно через чувства. Поэтому, возможно, именно то, что вы пытаетесь решить этот вопрос головой, и заставляет вам неудобства. Несколько месяцев назад я познакомился в интернете с молодым человеком своего возраста, но с первого дня общение не заладилось, поэтому и быстро прекратилось. А из-за чего оно не заладилось? Недавно он написал снова, что мне показалось странным, ибо его внимание было чересчур преувеличено. Если вам показалось странным, то это по идее должно было вызвать у вас недоверие, ну, чувство недоверия. Если это может вызвать у вас чувство недоверия, то вы не вовлекаетесь в общение с ним. Дальше он был так приветлив и друзелюбен, в этот раз забавный, приятный, легко говоря. Правильно ли, верно ли предположить, что человек действовал, ну, как-то по-другому, да, не так, как обычно, верно ли предположить, что человек вёл себя не характерным образом, опять же, для себя, да, вот, и почему вас это не насторожило? Дальше он стал, это вызвало некое опасение. Он стал намекать навстречу, я вам совет, поэтому предложил встретиться на моей съёмной квартире, глупая весьма низкая затея, чтобы понять настоящий канал. Не очень понятно вообще, вот, о чём вы здесь говорите. То есть, что конкретно здесь вы имеете в виду? То есть, вы пишите, значит, поэтому предложил встретиться на моей съёмной квартире. Если вы человека не знаете, вы сразу с ним встречаетесь на главной съёмной квартире, для чего понять настоящих нас. Какие настоящие вы, если вы друг друга, опять же, не знаете вас, у вас практически не было никакого контакта и связи. То есть, вот мне здесь, мне видится, вот здесь в этом моменте, мне уже видятся ваши противоречия, потому что, какие, какие настоящие вы, да, вот, о каких настоящих вас идёт речь. Если вы друг друга, да, практически не знаете, вот, понимаете, какая штука. Но, тем не менее, тем не менее, вы об этом речь ведёте. Дальше. Так получилось, что он смог прийти только ночью, оставшись ночевать. Вам не показалось это странным, что он, что он мог прийти только ночью? Встреча состоялась, я давно себя не чувствовал так хорошо, возможно, никогда. Ни разу со мной никто не был так нежен и аккуратен, как он. То есть, вы вот как-то себя почувствовали, да, как-то почувствовали себя так, как не чувствовали себя никогда до этого. Но, опять же, по вашим, по вашему тексту складывается такое впечатление, да, именно вот по тексту складывается такое впечатление, что все слишком стремительно, стремительно развиваются. Дальше. Так, ни разу со мной никто, да, и плюс ко всему вас, вот, то есть, вы пишите, ни разу со мной не был так нежен и аккуратен, как он. То есть, это вот, здесь у вас проявляется заниженная самооценка, вероятно. Отгровенные прикосновения и объятия. Было ощущение с тобой знакомых несколько, несколько лет, и пару из них стоим в отношениях. Очень странная тетная связь. И вот она не настранировалась. После встречи он еще попрощавшись, сказал, что мы еще встретимся, но не пришло больше. Это меня напрягло, потому что за это он спросил только так. Даже игнорировать не позволял его. Знаете, здесь вы переносите ответственность себя на него. Понимаете? То есть, вы не могли его игнорировать, но говорите, что он не позволял вам это делать. Затем, еще позже, а подруга, она учится с ним в одном университете, живет в одном университете. Я знаю, что он пришел к ее соседке, он был влюблен в нее, но его отшитом. А подруга так не добавила, что он ее соседки не писал все время, пока общался со мной. Но вы уверены, что эти сведения, они достоверны? Вот. То есть, вы так вот, чтобы верить этим вещам. Все же он написал, не так как раньше, сразу чувствует с Жаком что-то не так, если ты знаешь его эмоциональный уровень. Откуда вы можете знать его эмоциональный уровень, если, как я понял, видели, что снимали 12, а на этого только переписывали. Сразу непонятно, сколько времени. Я ему с самого начала не доверял. Опять же, это немного странно, учитывая то, что на встрече, которая состоялась впервые, вы пишите, что никто никогда ни разу со мной не был так нежно аккуратненько, как он. То есть, это говорит о том, что вы сразу позволили ему достаточно много, что выступает некое противоречие с тем, что вы ему не доверяете, по вашим словам. Дальше, тут такой поворот событий. Когда кто-то написал, что узнал, и была права с самого начала, тут не так просто. Он почти использовал меня, чтобы забыть свою девушку, но ничего не вышло, когда они встретились. Непонятно, откуда вы это узнали. То есть, это вы пересказываете сплетни, или это ваши догадки, или это он вам написал. Я ему вынесла мозг, после еще и ползала на колени, ухваляя остаться в моей жизни. Вот опять же, это странно. Это очень странный поступок, с учетом того, что вы пишете про то, что вы интровер, про то, что вы ему не доверяете, про то, что вы на сторожей и так далее. Какие, какие у вас были причины выносить ему мозг, ползать на коленях и на коленях умолять остаться в жизни? Какая у вас была интелация, что вы хотели, что вам хочется? Так не хотелось встретить человека, который настолько заполз в душу. Чем? Чем заполз в душу? Осознаете ли вы, что это определенная тяга к нему? Тяга. Тяга. А у тебя есть основа. Я с точки зрения дала решать ему, сказал, вот опять, да, вы перекладываете ответственность с него, с себя на него, чтобы он решил, а не вы. Он сразу все обдумает и решит позже. Мне осталось только ждать. И это неизбежно, когда вы не несете ответственности за то, что происходит. Не несете ответственности за себя. На днях девочка, в которую он влюблен, добавил его в шею, так, как он достал ее свое внимание. Он подумал, что ты это сказал своей подруге, а та и я. Я старался доказать, аргументировать, что совсем не имею к этому отношения, как моя подруга. Кажется, не получится. И не получится, потому что в решении нужно было найти поводы того, чтобы вас оттолкнуть. Опять же, это следствие. И здесь очень важно узнать, почему вы поверили той девочке, которая изначально рассказала о нем. Вчера решил написать, узнать о том, как прямо о шею, как ему минимум не хорошо. Как вы можете это осуществить? Как? Ну, вот постарайтесь описать этот процесс, как конкретно вы можете это осуществить. При всем том, что вы описываете. Этот парень обещал написать позже, но так и не обещал обещание. А здесь мне в глаза бросается этот. Вот что вы вкладываете, какие чувства или смысл вы вкладываете в это выражение «этот парень». Такое поведение еще раз подтверждает, что он мне не верит. Он не в это вам не верит. Он, если он вас использовал, о каком доверии идет речь Мария? Сегодня я держу себя в руках, стараюсь даже не смотреть в сторону его страницы. Ага, но мысли все о нем. Какого роли это мысли, что за ним стоит? Что за ним стоит? Какие желания стоят за мыслями? Вся проблема заключается в том, что я снова хочу его увидеть. Зачем? Неправда, этот молодой человек со мной поступил. Но именно сейчас прекрасно понимаю, что ему… Так, смотрите. Вы хотите его увидеть несмотря на то, как он с вами поступил. То есть вы решаете пренебречь уважением к себе, вы решаете пренебречь своими личными границами и границами допустимого по отношению к вам ради того, чтобы его увидеть. Какое желание настолько сильно, что вы готовы пойти на это? И стоит ли? Стоит ли, по вашему мнению, оно того? Может ли быть такое… Желание к человеку настолько сильным, что оно допускает обесценивание себя? Именно сейчас прекрасно понимаю, что ему нужно все взвесить. Что именно взвесить, если он в вас изначально не был влюблен? Что именно взвесить, если вы виделись один раз? До этого переписывали. Что конкретно взвешивать? Беда в том, что я осознаю, что выбор будет не в мою пользу, просто девочкой и не является уже проблемой. До этого тоже не играл особой роли. Как не играл особой роли, если он был в нее влюблен? Второе. Вы считаете адекватным, что человек вообще выбирает? Вы считаете адекватным, что между вами и кем-то еще выбирают? Мне хочется еще раз увидеть с ним хотя бы последний. Для чего? Я дала себе слово, если за каждую неделю он не подав признаков выбора, я сделаю это за него. Просто иду. Почему вы не можете ждать все сейчас? Если вы, ну, ставите вопрос так. Что удерживает? Я прекрасно все знаю, что если встреча все состоит, я долго буду ее вспоминать. По причине чего? Вы будете долго вспоминать. Мне будет больно, больно будет от чего? Снова, возможно, слезы. По какой причине? Вам себя жалко? Да. Но желает им вверху много заглянуть в глаза и оказаться в кольце рук. И как это связано все, как это увязывается с тем, что вы ему не доверяете, что общение сразу не заладилось, для чего он вас использовал. Понимаете ли вы, что здесь речь идет о ваших потребностях, о ваших желаниях определенных. И мужчина это просто средство. Не факт, что все пройдет так хорошо, как в первый раз. Только мне кажется, что каждый медаль нужен перерыв на некий отдых от происходящего круга. Я не понимаю, о чем вы говорите мне, смотри. В том смысле, что от чего отдых, если вы виделись один раз и переписывались? От чего перерыв? От чего отдых? Я могу поступать неправильно? Меня можно осуждать, но я редко следую за вас сердце. Сейчас мне желание послушать именно его. Если вы редко следуете за вас сердце, то вы, безусловно, себе наносите вред. Но когда вы следуете за вас сердце, несмотря ни на что, вред вы себе наносите тоже. Поэтому здесь нужно аккуратно следовать за вас сердце и понять, что именно хочет ваше сердце. Какое именно желание вы испытываете. Что же касается того, что вы поступаете неправильно, то здесь я предполагаю так, что имеет место быть оценка. Имеет место быть оценка того, что вы сделали. Именно оценка. А оценка себя, равно как и других, не несет ничего позитивного и полезного. Я готова услышать отказ. Лучше так, как будто вы не готовы. Потому что, если бы вы были готовы, вы бы не ждали встречи с ним. От этого точно будет не по себе. Несколько дней придется отходить. Из-за чего, по какой причине, что вы будете чувствовать. Ну, как говорится, кто не рискует от него на банку. А тут вообще вещи присылать. С учетом вашей истории отношений, кажется, что это очень несерьезные отношения. И кажется, что вы вообразили их как серьезные. Потому что вам чего-то хочется. Так не лучше ли будет обратить внимание на ваши желания. И поработать с ними, с вашими желаниями. Посмотреть, что вы хотите. На нейтрально все закончить. На нейтрально не воспользоваться возможности. Возможности чего? Хотя вероятность катастрофически мала. Чего возможности? Возможности какой? Вы понимаете, что человек не может быть возможностей. Возможности кроется в вас, а не в другом человеке. Посоветуйте по самому, что делать, как быть. Что делать, чтобы что. Как быть, чтобы что. Если писать, то как. Писать, чтобы что. Я не хочу окладаться навязчивым или бесчувственным. Я его понимаю, знаю как его быть отвергнуты и раздавлены. Нет. Вы его не понимаете. Потому что. Потому что. У каждого человека отвергнуты и раздавлены. Он переживает как бы по-своему. Поэтому не нужно естественно себя видеть, что вы можете знать как это. Вот. Понимаете? Такая штука. Определите с целью, чего вы хотите. Определите с целью, а дальше уже можно будет понятно. Если писать, то писать что. Что будет, если вы напишете, а он не ответит или ответит не так, например, как вам хочется. Смотри. То есть вот складывается ощущение, что вы не понимаете того, что нужно вам. Вы не слышите своих чувств. Понимаете? Очень хаопично. Очень хаопично. Крутятся. И вы вообще не понимаете, что собственно не значит вообще. Ваши чувства. и потому мне представляется важным указать вам на то, что прежде чем решать что-то делать, вот, прежде чем решать что-то делать, необходимо разобраться в себе, в своих собственных переживаниях. Вы понимаете, человек не может быть отвергнутым в принципе, потому что это он чувствует. Другой человек не может отвергнуть человека, потому что самого процесса отвержения как такового не существует. Если мы говорим, что человек нас отверг, то мы признаем, что он не мог нас отвергнуть. То есть мы лишаем его выбора. Если мы лишаем его выбора, мы лишаем выбора и себя. А найдет отношение для нас, это уже что-то не свободное. Надеюсь, что я эту мысль до вас донести смог. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.